Здравствуйте! В эфире телеканала 24КЗ «Парламент» Программа о деятельности главного законодательного органа республики. Меня зовут Адиль Нуртай. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жить надо в нашей стране там, где ваш труд востребован, уважаем и оплачивается на должном уровне. В то же время местные органы власти должны создавать все условия для трудоустройства молодежи. Это главная задача на сегодняшний день и правительства, и в конце концов законодательной власти. Если мы хотим достичь высокого мирового стандарта качества жизни, то и работать нужно соответственно. Работать нужно очень упорно. Надо всегда помнить, достойное жизнь, благосостояние, достижение нового качества жизни даются только через труд. Если человек упорно работает, добросовестно трудится на любом участке, будь это стройка или научно-исследовательский институт, он должен стать уважаемым, достойным, особым гражданином нашей страны. Его должны окружать почет и уважение. Героями нашего времени должны стать люди труда. Также Хасмжамар Токаев провел встречу с членами городского филиала партии Нур-Отан и представителями молодежного крыла ЖАС-Отан. Отметим, что спикер Сената также является членом бюро полицовета партии. И в этой связи Токаев поставил перед активистами Нур-Отан задачи по выполнению поручений председателя партии Нур-Султана Назарбаева. В частности, он заявил о необходимости борьбы с коррупцией. Мы должны выступить единым фронтом против этого явления, которое, кстати сказать, характерно не только для Казахстана, но и для многих государств мира, в том числе тех, которые называют себя демократическими, являются демократическими и достигли больших успехов в экономическом развитии. То есть коррупция – это не только явление, характерное для нашей страны, это явление глобального характера. Партия Нур-Отан возглавила борьбу с коррупцией, и теперь важно обеспечить успех данной деятельности. Опять же, я хотел бы подчеркнуть, что здесь нужны конкретные деловые меры. Нельзя ограничиваться призывами, так сказать, забалтывать этот вопрос. Нужны действительно конкретные меры, и тогда народ будет судить о том, насколько эффективна данная кампания. Визит Касымжомарта Тукаева продолжился посещением областного центра. В Усть-Каменогорске спикер Верхней палаты встретился с областным активом. В своем выступлении Тукаев подробно остановился на задачах, стоящих перед страной и Восточно-Казахстанской областью в рамках реализации долгосрочной стратегии президента «Казахстан-2050». Тукаев подчеркнул, что Восточно-Казахстанская область – это динамично развивающийся регион с уникальным природным миром, огромным промышленным потенциалом, разветвленной социальной инфраструктурой и сильным аграрным сектором. Область, в частности, занимает одну из лидирующих позиций в стране по объему финансирования проектов индустриально-инновационного развития. Перед нами поставлена задача на десятилетие вперед, а это значит, что у нашей страны есть хорошее будущее, но при том понимании, что все мы будем должным образом трудиться, чтобы достичь поставленных целей в долгосрочной стратегии президента. Какие-то промежуточные результаты уже достигнуты, они весомые, но нужно очень много трудиться для того, чтобы и дальше обеспечить движение к прогрессу, движение к модернизации государства. Также делегация из Астаны во главе со спикером Сената посетила формирующийся спортивный кластер Усть-Каменогорска и одно из сельхозпредприятий региона. На этом наше время подошло к концу. Смотрите программу «Парламент» каждый день на телеканале 24KZ. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok